В Вячеславовиче Суворова есть книга «Наука побеждать». Говорят, что эту книгу должен знать каждый настоящий офицер. Наши сегодняшние игроки ещё не скоро станут настоящими офицерами. Но познать науку побеждать они могут прямо сейчас, сегодня, на этом игровом подиуме. Это телеканал «Ассессия». Мы начинаем игру «Самый умный кадет». Итак, мы продолжаем турнир «Кадета». В эфире второй отборочный поединок. Сегодня за титул «Самого умного» сражаются представители Нахимовского военного морского училища, Оренбургского президентского кадетского училища и Московского суворовского военного училища. Я с удовольствием представляю отважных игроков. Дамы и господа, встречайте. Андрей Цербинюк. Всем привет. Я приехал из города Липск. Давно мечтал поступить в морское училище. И недавно осуществил свою мечту. Я поступил в Нахимовское военно-морское училище. Занимаюсь спортом, в свободное время моделированием. Мои любимые предметы – география, геометрия, история. На этой игре я хочу доказать, что за всё это время я не зря копил свои знания. И хочу стать самым умным. Всем удачи. Егор Максимов. Привет всем из города Оренбурга. Я представляю Оренбургское президентское кадетское училище. Увлекаюсь игрой на баяне и фортепиано. Но это не мешает мне быть неплохим футболистом. Зная о футболе, истории и музыке достаточно много, я всё же мечтаю проверить свои знания. И программа «Самый умный» – это отличная возможность. Желаю всем удачи. Иван Баранов. Здравствуйте. Я из города Орголовного. Я учусь в Московском суворовском военном училище. Увлекаюсь военной историей и иностранными языками. Свою будущую профессию мечтаю связать с военной разведкой, так как считаю её одной из самых важных в профессии в военном деле. У нас здесь 12 человек. Пусть госпожа Валдачу лбнётся самому достойному. Антон Заворин. Здравствуйте. Я приехал из города Санкт-Петербург. Я поступил в Нахимовское военно-морское училище, чтобы продолжить династию военных моей семьи. Я увлекаюсь бальными танцами, иностранными языками и точными науками. В будущем я хочу стать адмиралом. И сегодня я сделаю первый шаг для покорения этой вершины. Сергей Гуров. Здравствуйте. Я из города Юбилейный. Учусь в московском Суворовском военном училище. Увлекаюсь историей и культурой России и Японии. Поступил в Московское Суворовское военное училище, так как в моей семье на протяжении уже четырёх поколений существует военная традиция. Также хочу сказать, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому мои планы входят не только стать генералом, но и возглавить генеральный штаб. Иван Мичурин. Привет всем. Я из города Оренбурга. Я учусь в Оренбургском президентском кадетском училище. Стараюсь быть всесторонне развитым человеком. Но особое предпочтение отдаю физике и математике. В свободное время, как и все ребята, люблю поиграть в футбол. На передаче «Само умный» хочу проверить свои знания. Я очень позитивный человек, и поэтому желаю всем удачи. Алексей Дарчик. Здравствуйте. Я из города Москвы. Представляю Московское Суворовское военное училище. Моими увлечениями являются физика и алгебра, а также инновационные технологии. В будущем я мечтаю поступить в Кембриджский университет и создать компанию, которая может соперничать, а также превосходить результаты Apple. Руслан Абдикадиров. Здравствуйте. Я из Оренбурга. Мой город находится между двумя частями света, а я нахожусь между двумя видами спорта – самбо и футболом. Я считаю, что человек и спорт неразделимы. В будущем планирую стать работником ФСБ, где сочетаются и сила, и ум, и характер. Желаю удачи своим соперникам. Иван Казаев. Здравствуйте. Я учусь в Московском Суворовском военном училище. Мне нравятся такие предметы, как иностранные языки, физика и математика. В будущем я вижу себя министром иностранных дел. Тем более, что один из выпускников нашего училища, Игорь Иванов, уже занимал этот пост. Альберт Садыков. Добрый день. Я родился в городе Астрахань. Я из семьи военного офицера. Мечтаю стать адмиралом и поэтому поступил на Химовское военно-морское училище. Мы любим предметы. Математика, история и география. Люблю спорт, плавание. Хочу пожелать всем участникам игры удачи и попутного ветра. Антон Прокопов. Всем привет из города Кройс. Как вы еще заметите, я очень общительный и позитивный человек. В детстве родители отдали меня в кружок бальных танцев. И с тех пор моя жизнь связана с музыкой и сценой. Когда музыка утихает и заново закрывается, я так же, как и все мальчишки, люблю поиграть в футбол. В будущем я достойно смогу носить звание выпускника Оренбургского президентского кадетского училища. И телепередача «Самый умный» мне в этом поможет. Желаю всем удачи. И Роман Халей. Здравствуйте, я из города Зеленокумска. Мечтаю связать свою жизнь с морем, поэтому учусь в Нахимовском военно-морском училище. Моим примером является героическая судьба Павла Степановича Нахимова. Также я являюсь призером многих олимпиад. Уверен, что удачи можно добиться в каждом деле, если вложить все свои старания, знания и усилия. Дамы и господа, мы начинаем вторую отборочную игру турнира «Самый умный кадет». Кто из них станет самым умным? Кто пройдет полуфинал? Вы узнаете это первыми. Внимание! Всем, кто хочет попробовать свои силы в игре «Самый умный», вы можете зарегистрироваться на нашем сайте умный.тв. Играйте с нами! Уважаемые игроки, рассказываю о правилах нашей игры. Всего вам предстоит сыграть три раунда. В первом я задам вам 18 обязательных вопросов. Каждому вопросу предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Шестеро лучших проходит в полуфинал, где определится тройка финалистов. Вы готовы? Да! Тогда я объявляю... Точно! Тогда я объявляю первый раунд! Внимание, первый вопрос. Кого полюбил стойкий оловянный солдатик, герой сказки Ханса Кристиана Андерсина? Молочницу, танцовщицу, дрессировщицу или цветочницу? Кого полюбил стойкий оловянный солдатик, герой сказки Ханса Кристиана Андерсина? Что скажет Иван Казаев? Стойкий оловянный солдатик полюбил танцовщицу. Милее всего была барышня, стоявшая на пороге дворца. Она была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки. Это была танцовщица. Да, и все справились с заданием. Второй вопрос. Что означает слово «кадет» в переводе с французского? Первый, сильный, храбрый или младший? Что означает слово «кадет» в переводе с французского? Что скажет Иван Баранов? В переводе с французского слово «кадет» означает «младший». Да, абсолютно верно. младший, и 11 игроков справилась с заданием. Третий вопрос. У каких домашних животных была порода бетюк? Овцы, коровы, свиньи или лошади? У каких домашних животных была порода бетюк? Что скажет Алексей Дарчик? Порода бетюк имели лошади. На берегу реки Бетюк вывели эту породу крестьяне в 18 веке. И правильный ответ лошади и 10 игроков справилась с заданием. Четвертый вопрос. Последний этап какой велогонки заканчивается на Елисейских полях? Тур де Франс, Джира де Италия, Уэльта А Эспанья или Флэш Балун. Последний этап какой велогонки заканчивается на Елисейских полях? Антон Заворин. Последний этап Тур де Франция заканчивается на Елисейских полях? Конечно. Потому что это Франция. Конечно. И 11 игроков справилось с заданием. Пятый вопрос. Для какого певческого голоса написана партия Михаила Кутузова в опере Прокофьева «Война и мир»? Бас, баритон, тенор или сопрано? Для какого певческого голоса написана партия Михаила Кутузова в опере Прокофьева «Война и мир». Андрей Серебенюк. Ну, для Бас. Конечно. Мудрость опытного воина, ну, она же не может передаваться фальцетом, правда же? Поэтому правильный ответ – Бас. И 10 игроков справилось с пятым вопросом. Перейдем к шестому вопросу. Это фото вопрос, все вместе смотрим на экран. Бойскам БВС какой страны принадлежит эта кокарда? Австралия, Канада, Франция или Марокко? Войскам БВС какой страны принадлежит эта кокарда? Роман Фалей. Канада. Канада. А почему? Потому что клинолый лист. Правильно, конечно. Да, Канада. И все справились с заданием. Седьмой вопрос. В названии какую игру упоминается часть тела человека? Волейбол, бейсбол, баскетбол или гандбол. В названии какой игры упоминается часть тела человека? Что скажет Альберт Садыков? Гандбол, потому что хант означает рука. Абсолютно верно. Да, гандбол – правильный ответ, и 11 игроков справилось с седьмым вопросом. Переходим к восьмому вопросу. Пиратом какого моря был капитан Блад, герой книг Рафаэля Сабатини. Средиземная, красная, карибская или китайская? Пиратом какого моря был капитан Блад, герой книг Рафаэля Сабатини. Что скажет Иван Казаев? Я. Это, скорее всего, карибская. Питер Блад был осужден, как бунтовщик, его продали на остров Барбадос, а Барбадос где? Естественно, в Кариб. Да. Правильно. Поэтому это правильный ответ. Уверен и мудру. Девять игроков справилось с восьмым вопросом. После восьмого вопроса мы смотрим на турнирную таблицу. Кто стартовал с абсолютным результатом? То есть, правильно ответил на все вопросы. Таких игроков немало, их семеро. Андрей Серебенюк восемь баллов. Антон Заворин восемь баллов. Сергей Гуров восемь баллов. Алексей Дарчик восемь баллов. Иван Казаев восемь баллов. Альберт Садыков восемь баллов. И Роман Фалей Тоже 8 баллов Остальные ответили чуть хуже Но у них тоже, как и у тех, кто хорошо ответил на первые 8 вопросов Есть возможность изменить свой результат Все могут исправиться У нас впереди 10 обязательных вопросов Которые я задам вам через несколько минут Уважаемые игроки, мы продолжаем игру Самый умный кадет У нас идет первый раунд Сыграно первые 8 вопросов И у нас есть 7 игроков, которые правильно ответили на все 8 вопросов Эти игроки Андрей Сергенюк 8 баллов Антон Заворин 8 баллов Сергей Гуров 8 баллов Алексей Дарчик 8 баллов Иван Казаев 8 баллов Альберт Садыков 8 баллов И Роман Салии тоже 8 баллов Ну что же, уважаемые игроки Результаты неплохие А вопросов еще много у нас впереди Поэтому позвольте задать 9 вопрос Внимание на экран На какой из этих планет сила тяжести меньше, чем на Земле? Юпитер, Сатурн, Нептун или Венера? На какой из этих планет сила тяжести меньше, чем на Земле? Что скажет Ваня Мичурин? Я думаю, что это Венера Вы правильно думаете, Иван, конечно Нам бы землянам там было очень удобно Венера – правильный ответ И семеро игроков справилось с заданием Десятый вопрос Будьте внимательны, мужчины Это фото-вопрос Для съемок какого фильма была использована эта декорация? Спартак? Троя? Клеопатра? Или гладиатор? Для съемок какого фильма была использована эта декорация? Ну давайте, Антон Заворин Это троя Это знаменитый троянский конь Абсолютно верно Это троя, конечно же И все справились с заданием Одиннадцатый вопрос На каком органе у курицы есть костяной нарост типун? Печень? Язык? Глаз? Или желудок? На каком органе у курицы есть костяной нарост типун? Алексей Дарчук Это язык Есть знаменитое выражение Типун тебе на язык Абсолютно верно Да Язык – правильный ответ И одиннадцать игроков справилось с заданием Двенадцатый вопрос Это музыкальный вопрос Как зовут героиню этой песни, популярной в годы Великой Отечественной войны? Выходила, песню доводила Про степного, сизого орла Про того, которого любила Про того, чьи письма берегла Как зовут героиню этой песни, популярной в годы Великой Отечественной войны? Ксюша Марфуша Настюша Или Катюша Как зовут героиню этой песни, популярной в годы Великой Отечественной войны? А кто знает эту песню? Все Все? И все умеют ее петь? Да Да? Ну тогда как она начинается? Вот где сразу же есть имя? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над ветром Выходила на реке Катюша, на высокий берег на крутое Да, Катюша, и все справились с заданием Тринадцатый вопрос На набережной какой реки в девятнадцатом веке была сооружена галерея Тейт? Терек Темза Тежу Или Тигр На набережной какой реки в девятнадцатом веке была сооружена галерея Тейт? Руслан Абдикадиров Я думаю, что это Темза, потому что это слово, как бы, похоже на английское Тейт? Тейт В каком городе это галерея, как вы думаете? В Лондоне Абсолютно верно, да Кстати, хорошая галерея, вы знаете, интересная Тейт Гэри, конечно, Темза, правильный ответ И одиннадцать игроков справилась с тринадцатым вопросом Четырнадцатый вопрос Какому сражению посвящен музей-заповедник в Волгограде? Брусиловский прорыв Сусимский бой Бородинское сражение Или Сталинградская битва Какому сражению посвящен музей-заповедник в Волгограде? Что скажет Егор Максимов? Музей-заповедник в Волгограде посвящен Сталинградской битве Потому что Волгоград раньше назывался Сталинград Верно! Именно так! Сталинградская битва И одиннадцать игроков справилась с этим вопросом Это был четырнадцатый вопрос Сейчас настало время подвести предварительные итоги То есть кто впереди всех? Кто больше всех претендует на шесть мест в полуфинале? Есть, друзья мои, пятеро игроков, у которых абсолютный результат Андрей Сербенюк, четырнадцать баллов Антон Заворин, четырнадцать баллов Иван Казаев, четырнадцать баллов Альберт Садыков, четырнадцать баллов И Роман Халей, тоже четырнадцать баллов Тринадцать баллов набрало двое игроков Это Сережа Гуров, тринадцать баллов И Алексей Дарчик, тоже тринадцать баллов Остальные незначительно отстали Дорогие друзья, четыре обязательных вопроса Четыре решающих вопроса Будьте внимательны, пятнадцатый вопрос Смотрим на экран Видео вопрос Как называется эта борьба? Как называется эта борьба? Сумо? Капуэра? Самбо или айкидо? Как называется эта борьба? Кто занимается этой борьбой? Раз, два, три, четыре Или все-таки три Ну что скажет Алексей Дарчик? Это самбо Конечно, это самбо Самооборона Абсолютно верно Да и все справились с заданием Шестнадцатый вопрос Как по количеству исполнителей Можно назвать шведскую группу Абба Дуэт, трио, квартет или актет? Как по количеству исполнителей Можно назвать шведскую группу Абба? Что скажет Антон Прокопов? Мне кажется, их можно назвать квартет Вы правильно думаете? Конечно, это квартет Их же четверо Да, правильно, квартет И десять игроков справилось с заданием А у нас семнадцатый вопрос Между прочим, предпоследний Какой рост был у конька-горбунка Персонажа сказки Петра Ершова? Одна верста Две сажени Три вершка Или четыре оршина Какой рост был у конька-горбунка Персонажа сказки Петра Ершова? Ну-ка, 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 Гуров Я думаю, что это три вершка Ростом только в три вершка На спине с двумя горбами Да с оршинными ушами Кто же этот молодец? Коньок-горбунок Коньок-горбунок А три вершка это сколько? Я не помню уже, но Это очень мало, могу сказать точно Мало? Три вершка Это сколько? Возьмесят четыре сантиметра Так что вот так Хорошо, ну что ж Три вершка это правильный ответ И одиннадцать игроков справилось с заданием Все Последний, обязательный Восемнадцатый вопрос Страшно, Прокопов, или нет? Нет Ну хорошо, тогда задаю вопрос Смотрим все на экран Это фото-вопрос Дружина какого князя изображена на этом полотне? Дмитрий Донской? Андрей Боголюбский? Александр Невский? Или Ярослав Мутров? Дружина какого князя изображена на этом полотне? Пожалуйста, давайте Гуров Я считаю, что это Александр Невский Потому что на картинке ясно видно, что тут изображены крестоносцы А против крестоносцев сражался Александр Невский На картинке ясно видно, не надо так мудрить, что побоище происходит на льду Соответственно, это ледовое побоище, соответственно, конечно, это Александр Невский Одиннадцать игроков справилось с заданием Это был последний, восемнадцатый обязательный вопрос И как я вам и обещала, после восемнадцати вопросов Возможно, я назову шестерых полуфиналистов Смотрим, могу ли я их назвать Да! Полуфиналистами этой игры становятся Андрей Сербенюк, восемнадцать баллов Антон Заворин, восемнадцать баллов Иван Казаев, восемнадцать баллов Альберт Садыков, восемнадцать баллов Роман Фалеев, восемнадцать баллов И Алексей Дарчик, семнадцать баллов Что касается остальных игроков Уважаемые игроки Дорогие ученики суворовских училищ Спасибо большое, что нашли время И сегодня рискнули выступить на этом игровом подиуме В качестве соперников Достойных, сильных, мужественных Желающих проверить свой собственный багаж знаний Я не знаю, выберете вы военную профессию в дальнейшем Или все-таки решите остаться на гражданке Но, тем не менее, большое уважение вызывает в современном мире Организованность, целеустремленность Трудолюбие мужчины, которое в вас явно присутствует Спасибо вам большое за участие Я надеюсь, что приобретенные в Суворовском училище качества Дадут вам возможность реализовать все ваши мечты А они у вас, я думаю, очень большие Удачи, спасибо за игру Возвращайтесь ко мне еще раз Надеюсь, как-нибудь сыграем А сейчас настало время поболеть за ваших друзей Им предстоит очень серьезное испытание Во втором раунде игры Самый умный кадет Дамы и господа Мы продолжаем турнир самых умных кадетов в эфире И мы переходим ко второму раунду Я бы хотела определить, в каком порядке вы будете стартовать в этом втором раунде Для этого нам нужно сыграть в дешифровщика Что это такое? Я предлагаю вам слово зашифрованное в виде комбинации цифр Так же, как и на кнопках телефонного аппарата Например, атмосферное явление из пяти букв Под двойкой буква Д, под шестеркой Р, под пятеркой О, под тройкой З и под единечкой А То есть это гроза Важно быть первым Итак, уважаемые игроки Внимание, ваше задание Часть униформы Шесть букв Время пошло Есть первый ответ Есть второй ответ Есть третий ответ Четвертый И пятый ответ Ну что ж, часть униформы из шести букв Это к пяти Итак, внимание Игроки справились с заданием в следующем порядке Первый Андрей Сербинник Второй Алексей Дарчик Третий Иван Казаев Четвертый Антон Заворин Альберт Садыков пятый И шестой Роман Фалей В этом раунде мы предложим вам 12 категорий знаний Это архитектура, биология, география, история, кино, литература, математика, мифология, музыка, спорт, пословицы и секрет Я буду задавать вам вопросы Одновременно они будут появляться на экране Победителем станет тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов Победителей будет трое Ну что ж, правила понятны? Итак, внимание Я объявляю Второй раунд По результатам дошифровщика первой борьбы вступает Андрей Сербинник Здравствуйте, Андрей Ну, расскажите мне, пожалуйста, судя по вашей форме Вы учитесь на Химовском Как вы туда попали? Военная ли у вас семья? Почему такой выбор? Во-первых, я поступила на Химовское училище Потому что мой прадед и прапрадед были моряками Мой дед тоже был военным, но не был моряком Он был ракетчиком, инженером Но почему-то меня с детства привлекало море И я захотел поступить в Химовское училище А родители как это восприняли? Хорошо А в семье у вас еще есть братья или сестры? Есть, брат и сестра Старшие, младшие? Младшие А вы им помогаете? Я только на каникулы домой приезжаю А где родители живут? В Липецке А закончите, станете моряком? Ну, наверное Я хочу вам сказать, что вы очень симпатичный молодой моряк То есть вы сейчас еще даже не юнга, правильно? Ну да То есть вы просто очень симпатичный молодой кандидат в юнги, правильно? Так точно Ну что, я желаю вам удачи Надеюсь, что вы найдете ту категорию, которая поможет вам выйти в финал Выбирайте, ничего не бойтесь Давайте тема спорт Вы выбрали категорию спорт У вас есть ровно одна минута И ваша минута началась прямо сейчас Внимание, время пришло Какой питерский футбольный клуб тренирует луча? Зенит Правильно Член парламента какой страны стал бенкобежка? Правильно Какой спортивный снаряд изображен на гербе? Дальше Баскетбольного клуба мяч В честь какого горбатого животного? Герблюз Правильно В каком виде спорта проводятся турниры? Теннис Правильно Какой в английский клуб в 2012 году? Челстик Челстик Правильно Как называется вертикальные стойки ворота? В фанатском клубе Правильно Какой боксер-тяжеловец получил прозвище «Русский Витязь»? Поветкин Абсолютно верно Браво Я хочу вам сказать Блестящий старт 15 баллов Первый результат Андрея Сюрбенюка Замечательно А в игру вступает Алексей Дарчик Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Ну, Алексей, расскажите Вы родились в Москве У вас замечательная семья Вот я про вас читаю Расскажите про нее Кто у вас мама? Кто у вас папа? В Суворовске я пошел по отцовской линии У меня отец был военный Мама была учителем русского Ну, и есть и является Поэтому с русским в школе у меня проблем не было Сестра Недавно закончила университет А папа чем именно занимался на службе? Папа в ВВС служил Ну, согласитесь, все-таки сложно, да? Вот там с девушками наверняка проблема Вы же среди мальчиков учитесь, правильно? Наверное, кто же вас ждать-то будет? С девушкой нормально не пообщаешься Вот как с этим вопросом вообще? Ну, поначалу было плохо Но сейчас училище сотрудничает с пансионом воспитанниц И мы регулярно ездим туда на дискотеку А с ними потом как связаться-то? То есть на дискотеку привезли, увезли То есть до следующей дискотеки надо ждать? Ну, можно общаться и в социальных сетях И в увольнении встречаться, гулять Вот скажите, отношение к друзьям изменилось? Вот вы ушли из школы Ваши друзья остались в обычной жизни А вы перешли в более взрослую Интересы остаются те же? Друзья остаются или все-таки теряются? Скорее всего теряются, потому что Суворовское училище воспитывает Такие качества, которые Ты, например, приходишь уже через год И ты видишь, что ты реально В эволюционной лестнице обогнал своих ровесников Года на три минимум Я желаю вам удачи Ну что, догоните, надеюсь, перегоните Андрея Сербинюка Я выберу пословицу Вы выбрали категорию пословицы У вас здесь ровно одна минута И она начинается сейчас Внимание, время пошло В какое время дня советуют работать по сути? Коси коса, пока роса Правильно Сколько зайцев поймаешь, если погонишься Ни одного правильной басны, как его писать Лёх впервые появилась В виде только на зубни мёд крылого Каких древних сооружений Если верить арабской пословице Боится даже время Это пирамиды На что медведь наступил? Людям решённым Правильно Таким словом заканчивается поговорка С глаз долой и сердца Да Какой предмет, названный японской пословицей Душой женщины Вглядываются Модница, это зеркало Какое животное, согласно русской поговорке Первый на селе работник Дальше Это конь Как заканчивается фраза Плох тот солдат, который мечтает стать Да Какое животное свистит, когда рыба запоёт Рак Дальше Как заканчивается пословица Назвался груздем Полезай Правильно Слёзы какой-то чечной рептилии Упоминаются, когда говорят о неискренности человека Это слёзы Дальше Крокодила Чем богата корова, которая рогата Молоком Правильно Если пчела жалит жалом, то чем может ужалить человек Дальше Слово Правильно Выше покол светила не может летать сокол, как гласит русская пословица Солнце Верно Ну что ж, 9 правильных ответов 9 правильных ответов Первый результат Алексея Дарчика А в борьбу вступает Иван Казаев Ну что, Ваня, расскажите про себя, про своих домашних, про то, как решили в Суворовское пойти учиться В Суворовское училище я решил пойти два года назад Это после шестого класса Так как у меня отец военный, он служил на Дальнем Востоке, он подводник, моряк Несмотря на то, что он всё-таки моряк, я не хотел идти в Нахимовское Вот море, хотя я люблю, захотел идти в Суворовское Потому что мне казалось, что там намного лучше и товарищей, и фильмов много шло на телеканалах разных и тому подобное А потом в Нахимовское ходили, сравнивали? Честно сказать, нет Ага, понятно Не хотелось даже ходить и сравнивать, потому что я уже знал, что туда, куда я поступил, там будет лучше всего Что вам такого мужского дало Суворовское училище, чего дома не дали? В основном Суворовское училище укрепляло то, что было дано ранее Это такие навыки, как дружба Дружбу, конечно, и в раннем детстве мы хранили А сейчас, спустя два года, сколько я проучился, я знал, что дружба – это всё для тебя Когда закончите, военным станете? Скорее всего, да А что папа говорил? Всё-таки папа же все проблемы знает в военной службе, да? Вот когда вы всё-таки решили идти, он даже нисколько вас не отговаривал Сынок, зачем тебе это надо? Останься на гражданке Папа как раз-таки это поддерживал, наоборот А мама? Мама немного не хотела, чтобы я уходил Всё-таки это было после шестого класса Совсем для неё ещё маленький, наверное Ага А в душе, наверное, я где-то уже у себя был взрослым А скажите, а на гражданке в форме с удовольствием ходите? Конечно Ведь ты идёшь, и все девочки смотрят на тебя Прям знакомиться даже хотят? Да Прям ждут потом? Надо же ждать неделю, пока вы оттуда выйдете Они уже заранее готовятся К чему? Нас увидеть Слушайте, здорово Вань, человек был весёлый, улыбчивый, оптимистичный Мудрый, умный и такой очень сообразительный, как мне кажется Я желаю вам удачи, хочу, чтобы вы выиграли Есть категория, которая вам нравится? Биология, наверное Биология? Вы готовы? Да У вас есть ровно Ваня одна минута, и она начинается сейчас Внимание, время пошло В какое время года на берёзе обычном появляются первые люди? Осень Весна Весна Как называются твёрдые вырасты на голове северного олега? Рога Правильно Наход на какого древнего слона изображена в цикле работы Воснецова «Каменный век»? Это? Слоновые Это мамонт Правильно У каких домашних насекомых есть? Жёлтая, кавказская насекомая, пчёлы Племянником какого императора? Бугиолог Шарль-Люсиен-Бонапарт Наполеон-Бонапарт Конечно У какой культурной лозы есть сорт? Набиузю Этот Виноград Правильно Новорожденный какого копытного животного Африки имеет высоту 2 метра? Жираф Абсолютно верно Как называются главные органы дыхания у лисы? Лёгкий Правильно У какого наземного животного масса коренного зуба достигает 4 килограммов? Правильно Сколько есть обычно откладывает за один раз самка альбатроса? Одно Правильно Какую питательную жидкость получают из свежих ягод брусники при их отжиме? Морс Про этот сок неправильно Как называется оболочка из нитей, в которой живёт куколка кустового шелкопряда? Кокон Абсолютно верно Вы таким образом дали 9 правильных ответов и это ваш первый результат Первая тройка игроков использовала свои первые полуфинальные попытки, а вторая тройка только готовится это сделать Дайте мне буквально несколько минут и вы узнаете на что способны Антон Заворин, Альберт Садыков и Роман Фалей через несколько минут в программе «Самый умный кадет» Дамы и господа, вы смотрите турнир «Самый умный кадет» Итак, первая тройка игроков использовала свои первые полуфинальные попытки Очень высокую планку задал Андрюша Серебенюк И, к сожалению, пока никто не смел её достичь Посмотрим, что сделают следующие трое игроков Первым начинает играть Антон Заворин Антон, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, скажите, пожалуйста, мне, дорогой Антон, почему вы выбрали Нахимовское училище? Ну, потому что Нахимовское училище – это единственное в мире Нахимовское училище И все говорят, что оно лучшее в мире, реально Ну, просто вот как вы вообще туда попали? Есть ли у вас в семье военные? Как родители восприняли ваши решения? Ну, отец у меня майор, лётчик Мать – военный психолог И почти что все родственники у меня военные Ну, в Нахимовское я пошёл, так сказать, даже не могу объяснить Просто, так сказать, понесло течением туда А вы когда идёте по улице, девчонки тоже глазеют? Мне кажется, да Да? Что, как известно, морская форма – самая красивая форма Опять-таки, за вашей спиной стоит Казаев, не надо при нём так говорить Он с этим абсолютно не согласен Самая красивая форма – это же Суворовская, правильно, Казаев? Да А вы говорите А чё, кто-то против? А чему вас учат в Нахимовском? Какому, чего, например, не учат Суворовской? Ну, морскому делу У нас есть занятия в морском босмарском клубе Где нам преподают азбуку Морзе Фактный семафор Устройство Ява Ну, то есть морские узлы Очень много того, чего нет в Суворовской А это в век компьютеров важно? Ну, сейчас, насколько я понимаю, корабль запрограммировали и поехали Но, тем не менее, если это всё откажет То нужно будет как-то обходиться без электроники И вот этому нас и учат А вы хотите быть прям капитаном корабля? Я хочу быть инженером Инженером? Морские А что у вас за значки там такие красивые, я смотрю? Значки? Да, расскажите мне Маленький значок, это значок босмарского клуба То, что я являюсь его участником Далее значок юбилея училища Далее значок босмана То, что я являюсь босманом в босмарском клубе Далее значок нахимовских образовательных чтений Это у нас защищаем проекты То есть вы считаете, что вы станете настоящим мужчиной? Конечно Три качества настоящего мужчины? Я считаю, что я уже стал Ну, или хотя бы частично Три качества настоящего мужчины? Храбрость Трудолюбие И, мне кажется Верность Да, и верность, обязательно Обязательно Куда без неё Я желаю вам удачи, выбирайте категорию И давайте уже встретимся в финале Я выберу архитектуру Итак, у вас есть ровно одна минута Вы выбрали категорию архитектуры Она начинается прямо сейчас Форму какого христианского символа Иметь в плане? Правильно Какому римскому амхитиатру можно пройти по улице Вия? Правильно В каком веке были построены жилые дома, получившие? Правильно На каком проспекте Петербурга в 19 веке возвели? Правильно Пушкин Пушкин Правильно За строительство какого собора Петербурга Монт-Сей-Рамбел Чех 40 тысяч Правильно Фигуры каких греческих богинь украшают здание Областной пра Это мусс Храм каких христиан Какой христианская конфессия в Тамбове построен в Невш В готическом стиле католицизм изображение Какой геролитической птицы украшает фронтон пожарной Каланчивка в храме Это орёл Неправильно Какая британская королева открыла новое здание Виктория Виктория Правильно Какое спортивное сооружение Новочебоксарска носит имя космонавта Андриана Николаева Правильно Президентом какого должностного лица Румыния является дворец Котрочени в Бухаресте Президентом республики частью какой крепости музея Петербурга является Алексеевский Равелин Петербургская крепость Итак, 12 правильных ответов Второй результат По значимости на игре самый умный Молодец, Антон Итак, внимание В борьбу вступает Альберт Садыков Ну что, Садыков, рассказывайте Здравствуйте Я поступила на химовское училище Потому что так как у меня дядя капитан первого ранга Надводник Он немного рассказывал интересных историй о морской жизни И вот мне как-то Стало интересно И захотелось поступить на химовское морское училище Ну вот уехали вы, значит, из Астрахани Правильно я понимаю, в Питер Ну не скучно без мамы, без папы, без дяди Сначала было скучно, конечно Но потом привык постепенно Ну здесь сколько раз звонили домашнему? Один раз Один раз Чаще нельзя Охочется, да? Ну расскажите мне, когда, соответственно, закончите учиться Вы станете моряком, правильно я вас понимаю? Да, ну я хочу поступить потом в военно-морскую академию И продолжить службу И стать капитаном корабля Давайте, Альберт, поднажмите, может что получится География Вы выбрали категорию географии У вас здесь ровно одна минута Начинается она сейчас Время пошло Внимание Какое жидкое, горючее и полезное ископаемое Двое в Венесуэле, правильно В какой стране была основана Берлинская географическая Правильно В какой океан содержит наибольший объем воды, правильно На какой реке сооружена Волгоградская, правильно В какой европейской стране расположен город Бордо, правильно Какая великая, является преобладающей в Ливии, правильно На какой реке в Париже сооружен нос Аустерлиц, правильно Подножие, какие горы расположен российский город Магнитогорск, правильно По такой круг на реке проходит грандию Рейд, Франция, Германия, правильно Какому озеру, морю, имеет двух, три, буквы Какал в Мике, правильно На территории какого материка располагалась колония Средняя компа, правильно В каких горах во Франции находятся пещеры Жан Бернад, правильно Сколько цветов на флаге Греции, да Какой всемирной организации уступила Ирландия в 1955-м Правильно Это правильный ответ Какой венгерский город является побратьев столицы Австрии Правильно Из-за того, ее в Израиль Правильно 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 Литва Литва Мальчики в ноги не допустили ни одной ошибки 22 правильных ответа Альберт Садыков Блестящий старт на игре с самоумными Ну что ж Остался единственный, кто не использовал свою первую в полуфинальную попытку Это Роман Фалей Роман Не буду скрывать, ситуация очень тяжелая Я думала, что Сербенюк всем поставил высокую планку Но Садыков вообще всем карты перепутал Расскажите мне в двух словах про себя Давайте отвлечемся Откуда вы? Ну, я из Ставропольского края Родился в городе Зеленокумске Хорошо Семья какая у вас? Семья военнослужащих И мама, и папа военный Ну, скажите мне Когда вы закончите, вы кем станете? Ну, я мечтаю стать командиром корабля Капитан корабля Роман Фалей Было бы здорово, если бы это получилось Какую категорию вы выбираете? Математика Итак, внимание, вы выбрали категорию математика У вас здесь ровно одна минута И она начинается сейчас Сколько килограммов составляет пятая часть тонн? Двести Правильно Такое действие нужно совершить, чтобы узнать сумму 8,15 Сложение Дальше Чему равен радиус окружности с диаметром 79 сантиметров? 39,5 Какое максимальное количество тупых углов может образоваться при пересечении двух прямых? Два неправильно Чему равен периметр правильного треугольника со стороной в 21 сантиметр? Это? Это Дальше 63 сантиметра Какое число обратно к числу? 47 Одна 40 сантиметра Абсолютно верно Чему равен отрезок, если его четверть равна 7 сантиметрам? 28,8 Правильно Какая фигура в треугольнике? А, Б, С образована отрезками? Угол Правильно Сколько полных десятков в числе? 371 Правильно Каким числом является сумма пяти четных чисел и одного нечетного? Нечетного Правильно Сколько знаков будет находиться после запятой в результате умножения чисел? 32 Да Чему равен 20% от числа 55? 11 Это правильный ответ Сколько секунд в 10 минутах? Ээээ Дальше 600 Легко же было 9 правильных ответов Это ваш первый результат, Роман Смотрим турнирную таблицу Очень интересный расклад у игроков У Альберта Садыкова 22 балла У Андрея Сербинюка 15 баллов У Антона Заворина 12 баллов А Алексей Дарчик набрал 9 баллов Ваня Казаев набрал 9 баллов И у Романа Фалей пока 9 баллов Но, уважаемые игроки, у нас впереди еще вторые полуфинальные попытки Которые будут решающими, отстающим подтянуться, лидерам закрепить результаты Через несколько минут АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, у нас в эфире игра «Самые умные» Сыграна первая половина вопросов Смотрим турнирную таблицу У Альберта Садыкова 22 балла У Андрея Сербинюка 15 баллов У Антона Заворина 12 баллов У Алексея Дарчика 9 баллов У Вани Казаева 9 баллов И у Ромы Фалей 9 баллов Внимание, уважаемые игроки! На экране осталось 6 категорий знаний Давайте посмотрим Это история, кино, литература, мифология, музыка и секрет У каждого из вас есть еще одна попытка Начну с вас, Андрей, выбирайте Секрет Ну что ж, сегодня в категории «Секрет» у нас зашифрованной профессии У вас здесь ровно одна минута Она начинается сейчас Внимание, время пошло Как называется солдат, вооруженный огнеметом? Огнеметчик Правильно, героем сказки какого русского писателя был шарманщик Карла Дальше Это толстой, как на пароходах назывались матросы, занимавшиеся подачей угля в топку Дальше Это кочегары, артистов какого амплуа в цирке называют рыжий и белый Дальше Плоуны Какую профессию освоил Крисенок, герой мультфильма «Рататуй»? Повар Абсолютно верно Благодаря какой творческой профессии прославился Эдди Мерфи? Актер Правильно, какая специальность была у Филиуса Фитвика, героя книг Джоан Роулинг? Дальше Это учитель, в каком мультфильме кусочек сыра на дворника немедленно попал? Это? Дальше Пластилиновая ворона Название какой врачебной специальности происходит от слова «дэн»? Данчист Это зубы, верно С каким прибором изображена героиня картины Эдгара Дега? Гладильщицы Правильно Песторный, в каком сказке Юрий Олеши является продавец воздушных шаров Дальше Три толстяка, а кем по специальности был винтигеротник Геносова? Он был... Эээ... Каечный ключ Дальше Нет, он был механиком В какой стране античного мира врачебатели называли аскрипиадами? Это... Грец Конечно Шесть правильных ответов, тем не менее, привезут вам в сумме 21 балл Посмотрим, что будет дальше Алексей? Кино выберу Хорошо, вы выбрали категорию кино, у вас есть ровно одна минута, вы готовы? Да Минута пошла Какой с Настей у героя фильма «Садко» поймал рыбу, золото, перо? Лудочка Это небо или сеть За руль какой волшебницы 12-летняя Эмма Уотсон была названа лучшей юной Гермиона Грэнджа? Руль какого британского агента сыграл Дэнил Дэй в фильме «Претто» Джеймс Бонгин? Правильно На какой площади Москвы встретились Юлия и Григория, героя фильма «Ёлки 2»? В каком фильме Джонни Дэпп сыграл Руль Ходжеймсон? Правильно Чарли «Шоколадная фабрика»? Неправильно На какую планету попал главный герой фильма Джон Картер? Это был... Дальше Марс В экранизации романов какого писателя есть серия «Наутилус продолжает борьбу» Это Жюля Верна События какой из мировых войн? Показаны в фильме Спилберга «Боевой конь»? Это первая мировая война На каких островах высадились инопланетяне? В фильме Питера Берга «Морской бой»? Дальше В «Войске и острова» Какой императорский имя носил вось примата в фильме «Восстание планеты обезьян»? Цезарь Сколько полнометражных фильмов о трансформерах снял режиссер? Три Майкл Бэй Три Какой актер в фильме «Бриллиантовая рука» спрятал пистолет в обоську? Это... Дальше Это Юрий Никулин Три, к сожалению, правильных ответы, кино не ваша явно тема 12 баллов в сумме Не так много, к сожалению Понятно, что Казаев вас переиграет, правильно, Казаев? Давайте какую категорию открывать? Литература У вас есть категория литературы и одна минута, время пошло В какой поясе Конан Дойле приводится рассказ о дворянини в юго... Это собака бы скривили, неправильно Закат какого светила любил наблюдать маленький принц в танцах и экзюберии? В рцессах Правильно Каким видом искусства занимался Клэй, герой рассказа Саймака, Банго, Космоса, живописью? Приход какого времени года, описан в стихотворении Снега потемнеют в сине, весна Какую медлительную рептилию заяц Вася Михалкова назвал костяной дочерью? Это черепаха, неправильно О доме какой птицы сочинил хвалебную песнь Винни-Пух в сказке «Милла» Савы Кто из мушкетёров, друзей Д'Артаньяна, учился в духовом семинаре? Это арамист, неправильно В чьей повести написано, что и за 30 рублей не скупит всей Сорочинской Это Николай Гоголь, с какого языка Норма Галь переводила рассказы Рея Брэдбери Это английский язык, как в сказке Лаки назвали мальчика, который нашёл в реке сосуд с джином Это был Волька Костылькова О каком животном написан рассказ Леонида Андреева Кусака Это... Юмор Собака, животное, соберитесь, кому волк в поэме Пушкина посулю Примешь ты смерть от коня своего Песня «Вещим Олеги» Абсолютно верно, Олег, конечно, Олег Два балла, да Два балла Это ваши результаты, в сумме у вас тоже 12 баллов Не переиграли вы дарчика Смотрим турнирную таблицу Абсолютно очевидно, что Альберт Садыков пройдёт финал Потому что он ещё не использовал свою вторую полуфинальную попытку А уже лидирует у него 22 балла Следом идёт Андрей Сербинюк 21 балл У Алексея Дарчика 12 баллов И у Антона Заворина тоже 12 баллов Соответственно, у Антона есть возможность переиграть Алексея прямо сейчас Что выбирать? Историю, я так понимаю Да Да Молодец Вы выбрали категорию «Историю», у вас есть ровно одна минута И она начинается прямо сейчас Время пошло Башни какой крепости возводил в Москве архитектор Антонио Джиларди Московского Кремля Соучастие в какой битве 1812 года Дмитрия Аниверов И правильно В дельте какой африканский археолог? Правильно В начале какой царской династии был воевод Роман Юрьевич? Это роман, а неправильно День памяти какого русского летописца православные отмечают Правильно Сыном какого завоевателя Англии был король Геннер I Правильно Граждане какого древнего государства назвали себя Рим Правильно 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 По какому морю князь Игорь Ружина в 10 веке ходил походом на Харьград? Секретарем и коммертинером какого российского монаха был Абрам Петрович? Геннебал Правильно В какой части света в 18 веке находилась испанская обица королевства? Новая хроната Это Америка Монахиней какого московского монастыря была Ирина Гудунова, сестра царя Абрама Правильно В каком морском проливе в ходе Второй мировой войны проходила операция Оверлорд? Правильно Сходи в какой боярине? Староверкой 17 века была княгиня Евдокия Угусова Морозовой Молодец, правильно, да, блестяще 13 баллов принесет вам в сумме 25 баллов И вы пока переиграли Альберта Садыкова Смотрим турнирную таблицу У нас лидирует Антон Заворин, после второй попытки у него 25 баллов Следом идет Альберт Садыков, 22 балла, он еще не использовал свою вторую полуфинальную попытку И Андрей Серебенюк набрал 21 балл после второй полуфинальной попытки Ну и что здесь можно сказать? Понятно, что Садыков со второй позиции сейчас переместится на первую Я же ничего не путаю? Нет Выбирайте категорию Мифология Вы выбрали категорию мифология, у вас есть ровно одна минута И она начинается сейчас Внимание, прямо пошло В какой свет, согласно мифам, Аполлон окрасил белый пире в урон? Да Каким углиным оружием с детства поразил своего сына? Правильно, глашатым, какого морского бога был тритон? Правильно С каким-то смыкающимися вместо волос изображали торгону в виду? Правильно, что в буквальном переводе значит и веревоческого бога хронуса Правильно, в каком плодил он царство и богиня Пирсифона проводила? Правильно Какой бог войны превратился в бепря, чтобы погубить Адониса? Эрис Правильно Каким богом вступили в музыкальное состязание? Пиреслин Правильно Какой спаситель царевной Андромеды упоминается в Лиаде? Пас Это Персей Дальше за стадами какого солнечного бога присматривал Нифа? Правильно Какое мифическое чудовище, охранявшее яблоки, гисперид, никогда не спало? Правильно Слугой какого царя Итаги был пастух? Филоиди Это правильный ответ Пепла с какой греческой богиней провозили по всему городу во время панатинейских игр? Пас Это Афина Кому из органавтов царица Нифсипила? Правильно Какой бог согласно греческим мифам первым нашел виноградную лозу? Это правильный ответ От какого драгоценного металла произошел? Один из эпитетов египетской богини Хатхор Золото Правильно Какая волшебница была из Белизиолта вместе с Ессоном? Я и пас Медея Ну я могу сказать вам, что вы просто задали всем жару 14 правильных ответов Просит вам в сумме 36 баллов Смотрим тургидную таблицу Лидирует Альберт Садыков 36 баллов Следом идет Антон Заворин 25 баллов И у Андрея Серебенюка 21 баллов Все они использовали свои вторые полуфинальные попытки Единственный игрок, который это еще не сделал Это Роман Фалея 9 против 21 Роман Сложная задача, но хочу вам сказать, что на игре сам умный Иногда с этими задачами легко справлялись Готовы? Ну да Итак, осталась одна категория музыка, один игрок Роман Фалея, время пошло К какому приему пищи Антошке предлагали готовить ложку? Обед Правильно Какое приспособление для игры на контрабасе натирают канифолью? Дальше Смычок На ком кузнец в акула летала из диканьки в Петербург в опере Черевички? Дальше На бесе Каким животным является кардинал Криселье, персонаж балета по сказке Гонстана? Дальше Криса Звуки какого инструмента имитируют арфы в песне сказителя Баяна из опера Глинки? Дальше Гусли Какие маленькие ударные инструменты испанские танцовщицы надевают на пальцы рук? Дальше Это кастанет, и в честь каких гор называется рог, на котором играют народные музыканты Швейцарии? Мурашки Это альпы Какой писатель с детской песенки сравнивал кузнечика с огуречиком? Писатель Дальше Носов Какому ремесленнику, согласно песне, король обращался с приказом шить в блохе кафтан? Кто шьет? Дальше Портной Каким старинным экипажем, согласно песне, управляли шесть коней разгоряченных? Старинный экипаж Это карета Повесть какого писателя лежит в основе оперы «Лысенко» Тарас Бунта? Эмэ... Минкрасовya Гоггл Ну, что я могу вам здесь сказать, мой дорогой? Во-первых, не ваша тема, во-вторых, вы перенервничали. В другой раз, пожалуйста, будьте собраны. Один балл приносит вам в сумме 10 баллов. Смотрим турнирную таблицу, я называю финалистов. Альберт Садыков 36 баллов. Антон Заморин 25 баллов. И Андрей Сербенюк 21 балл. Что касается остальных игроков. Алексей Дарчик, Ваня Казаев, Роман Фолей. Спасибо вам большое за участие в игре. И вы знаете, общение с вами всегда дает надежду на то, что рядом очень много растет достойных, умных, сильных мужчин, для которых верность, честность, порядочность, трудолюбие – не пустой звук. Ваши мамы вами гордятся. Ваши девушки будущие вами будут гордиться. Я надеюсь, вами вообще будет гордиться страна. Спасибо большое за участие в игре. А мы через несколько минут разберемся, кто из этой тройки сам умный. Вы смотрите «Игры самых умных» в эфире второй отборочный поединок турнира кадетов. На подиуме трое лучших игроков и все трое представляют Нахимовское военно-морское училище. Это Альберт Садыков, Антон Заборин и Андрей Сербенюк. Юноши, прежде чем я назову имя самого умного учащегося Нахимовского училища, мы с вами должны будем сыграть, естественно, в дешифровщика. Головной убор из шести букв. Время пошло. Есть первый ответ. Есть. Второй ответ. Головной убор из шести букв. Что бы это могло быть? Папаха правильный ответ. Быстрее всех с заданием справился Антон Заборин, он за красным пультом. Старым с заданием справился Андрей Сербенюк, он за жёлтым пультом. За теним пультом Альберт Садыков. Рассказываю правила финального раунда. Перед вами на табло 36 ячейк. По моей команде табло откроется, но только на несколько секунд. Постарайтесь запомнить свои ячейки. Ваши Антон Красный, ваши Андрей Жёлтый и ваши Альберт Синего Цвета. Правильно отвечаете на свой вопрос, получаете два балла. На вопрос соперника три балла. На вопрос из категории общих знаний ячейки серебристого цвета один балл. В каждой специальной теме девять вопросов. Какие у вас специальные темы? Расскажите. Луководцы Древнего Рима. А у вас? Луководцы Восток. А у вас? Луководцы Древней Греции. Откроем табло. Внимание, на что? Ну что ж, все готовы? По результатам дешифровщика первым в борьбу вступает Антон. Антон, прошу вас. Номер один. Номер один. Это ваша тема. За победу над какими племенами Марк Фури и Камил в 4 веке до н.э. получил прозвище «Отец Отечества». Наверное, над галами. Да, верно. Два балла. Молодец. Андрюша. Три. Открываем. Третья ячейка. Тема вашего соберника Альберта Садыкова. Вы специально это сделали? Нет, я просто перепутываю. В какой битве против перцев погиб афинский военачальник Калимах? Что скажет Альберт Садыков? В марафонской битве. Абсолютно верно. Конечно, это марафонская битва. Вы не зарабатываете ни одного балла, я перехожу к Альберту. Ну, Альберт, давайте. Открываем. Шестая. Тема ваша. Планы какого афинского военачальника в Соломинском морском сражении придерживался спартанский полководец Эври Биат? Фемистоку. Да, правильно. Есть знаменитая фраза Фемистоку, соответственно, Эври Биату, когда он говорит «бей, но выслушай». Правильно, два балла, молодец. Вторые ячейки открываем. Прошу вас, Антон. Номер пять. Смотрим на экран. Пятое красное ваше. Какой пирский царь, понеся большие потери, разбил легионы консула Пувлея Деце Муса при Аускуле в третьем веке до нашей эры? Пир. Правильно, да. Римляне били с крабров, поэтому победа была названа первой победой. И вы, наверное, про это наверняка слушали. Два балла. Перехожу к Андрею. Прошу, Андрей. Двенадцатый. Двенадцатая. Желтая ваше. Бойска какого царства сражались с армией Рамцеса II в битве при Кадеше в 13 веке до нашей эры? Хетское царство. Ни одно балла вы не получаете. Перехожу к Альберту. Альберт, прошу, открываем. Синяя ваше. Отцом какого видного афинского политика был Ксантип, командовавший афинянами в сражении против. Правильно. Это правильный ответ, и вы получаете два балла. Верно. Перехожу к вам, Антон. Номер десять. Десятая ячейка. Это красная ячейка. Ваша тема. Какой город Сицилии в 212 году до нашей эры после двухлетней осады захватила римское войско Марко Клавдия Марцелла? Сиракуза. Да. Вторая пуническая война. Два балла. Правильно. Андрей. Четыре. Ваша ли она? Ваша. Войска какого персидского царя, разве в армии на Бонида и Валтасара, заняли Вавилон в 539 году до нашей эры? Кир. Кир. Молодец, Кир. Второй великий. Правильно. Два балла. Прошу вас, Альберт. 15. Открываем пятнадцатую ячейку. Пятнадцатая. Это Ваша. Экспедицию на какой остров Средиземного моря в 415 году до нашей эры организовал афинский военачальник Алгевиат. Крит. Сицилия. Вы ни одного балла не заработали. Победу над каким полководцем в битве при Эзаме одержал публик Арнелий Сцепел в 201 году до нашей эры? Ганнибал. Ганнибал Барка. Абсолютно верно. Да. И вы получаете два балла. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Андрей. Тринадцать. Тринадцатая ячейка желтого цвета. Какое прозвище за стремительность нападения на врагов дали турецкому султану и полководцу Боизиду Первому? Прозвище за стремительность. Мелая. Молния. Молния. Правильный ответ. К сожалению, вы его не дали. Не зарабатывайте ни одного балла. Прошу вас, Альберт. Тринадцать три. Смотрим на экран. Тринадцать третья ячейка. Синяя ячейка. Какой царь и полководец изображен на этой античной мозаике? Это фото-вопрос. Александр Македонский. Да, Александр Македонский. Нашли эту мозаику в девятнадцатом веке. Правильно, два балла. Ну что, пошли пятые ячейки. Прошу вас, Антон. Номер восемнадцать. Открываю восемнадцатую ячейку. Смотрим на экран. Красная ваша. Для подавления какого восстания римский Синак в семьдесят втором году до нашей эры наделил полководца Марка Лицения Краса чрезвычайными полномочиями? Восстание Спартака. Да, именно, да, два балла. Прошу вас. Два. Вторая ячейка. Это серебристая ячейка, то есть общие вопросы. Какому волшебному предмету царица в сказке Пушкина говорила? Скажи, да всю правду доложи. Дераку. Да, именно, вы получаете один балл. Альберт. Двадцать девять. Открываем. Двадцать девятая ячейка. Эта ячейка у нас синяя ваша. Как историки называют под контрольной с партией олигархическое правительство Афин, свергнутая демократами во главе с полководцем Фрасибу? Тридцать тиранов. Да. Стали бы договорить, вот Фрасибу выговорила бы. Правление тридцати. Абсолютно верно. Да, два балла. Шестые ячейки. Антон. Тридцать пять. Тридцать пятая. Открываем тридцать пятую. Тридцать пятая явно ваша. Как зовут этого древнеримского полководца, разгромившего войска Гнэ Пампея в битве при Фарсале? Это фотовопрос. Пампея разгромил нас. Фарсаль, фарсаж. Цезарь. Ну, конечно, Цезарь. А если вы представляете, Пампей победил, как бы вы июль называли? Пампей, что ли? Правильно, да, Цезарь, два балла. Андрей. Девять. Девятая ячейка, желтая, ваша. Какая императорская династия в Китае в третьем веке до нашей эры была свергнута силами повстанческих армий? Сянь нюя и сянь ля ня. Цуань. Цуань, не цуань. Хорошо подумай. Юань. Цуань, не юань. Юань. Не юань. Проще. Цуань. Конечно. Еще раз громче повторите. Цуань. Что повстанческие армии Сянь-Юя и Сянь-Ляня. Повторите, повстанческие армии Сянь-Юя и Сянь-Ляня. Что они сделали? Они были свергнуты силами Циня. Да. Ну что, дать вам два балла? Не знаю. Ну ладно, так и быть. Два балла, хорошо. Прошу вас, Альберт. Семнадцать. Открываем семнадцатую ячейку. Семнадцатая. Общие вопросы. О передвижении каких сумчатых медведей сообщают дорожные знаки в Австралии? Сумчатых медведей. Сумчатые медведи. Хорошенькие такие. Ой. Такие медведи... Ну... Куала. Куала. Жалко, Альберт, жалко. Ни одного балла вы не получаете, смотрим турнирную таблицу. После шести вопросов лидирует Антон Заворин. Двенадцать баллов. Абсолютный результат. У Альберта Садыкова восемь баллов, а у Андрея Сербинюка пять баллов. Через несколько минут мы продолжим борьбу. Я назову имя самого новокадета сегодняшней игры. Вы смотрите игры самых умных, решающие минуты второго отборочного поединка турнира кадетов. Каждому игроку осталось ответить на три вопроса. Первым начинает этот раунд Антон, но прежде смотрим турнирную таблицу. Антон Заворин лидирует двенадцать баллов. Альберт Садыков идет следом восемь баллов. У Андрея Сербинюка пять баллов. А Антон вы ведете вперед. Номер двадцать шесть. Открываем двадцать шестую ячейку. Двадцать шестая, синяя. Это тема Альберта Садыкова. Ответьте правильно, заработайте три балла. Царем какого древнегреческого полиса был полководец Агисилай второй? Древний город. Спарта. Да, абсолютно верно. Спарта три балла, именно. Прошу вас. Ваша очередь, Андрей. Тридцать два. Тридцать вторая. Общие вопросы. Памятник какому футболисту, трехкратному чемпиону мира, установленному в бразильском городе Сан-Паулу? Роналдо. Трехкратный чемпион мира. Трехкратный. Еще какого знаете? Роналдо. Хорошо, еще кто? Пеле. Конечно, да, один балл, верно. Вы же китайцы помните Сан-Люни и Сан-Яне? А знаете, как Пеле звали на самом деле? Вы же любите имена. Этсон Арантис Ду Насименту. Ладно, давайте дальше. Повторите, Этсон Арантис Ду Насименту. Нет? Нет. Ладно, перехожу к вам тогда, Альберт. Выбирайте. Открываем. Сейчас посмотрим. Ваша. Жители какого островного полиса после ухода от стен города войск Деметрия I поля Аркета соорудили гигантскую статую бога Гелиоса? Родос. Абсолютно верно. Колосс Родоски произошел именно оттуда. Вы получаете два балла. Предпоследние ячейки. Номер восемь. Ну-ка посмотрим, что под номером восемь. Глядишь, вы сейчас... Нет, общие вопросы. Кольце какой планеты Солнечной системы изучает находящаяся на ее орбите автоматическая станция Кассини? Какая планета Солнечной системы? Кипитер. Прошу вас. Сторон. Ес. Абсолютно верно. Вы не зарабатываете ни одного балла. Я перехожу к вам. Андрюша, реабилитируйтесь. Еще есть время. Да. Вот так. 34. Смотрим на экран. 34 ячейка. Ваша тема. Название какого морского пролива происходит от имени арабского полководца Тарика Ибнзияда, завоевателя королевства Вест Готов? Гибралтарский. Ес. Конечно. Да, именно. Гибралтар. И вы получаете... Вы получаете... Ну почему? Это же ваша тема, правильно? Два балла получаете. Я перехожу к Альберту. Альберт, прошу вас. 36. Открываем. 36 ячейка. Это опять-таки категория общие вопросы. Какой русский художник, пейзажист 19 века написал этюд «Сосны. Солнечный день»? Шишкин. Конечно. Один балл. Правильно. Да. Уважаемые игроки. На самом деле вынуждено констатировать, что досрочно игрок Антон Заворин с результатом в 15 баллов становится недостигаемым. То есть именно Антон у нас самый умный кадет на сегодня. Уважаемый Антон, позвольте мне вручить вам диплом победителя игры «Сауны». Глестяще играли во втором раунде. Для меня была большая честь с вами познакомиться. Надеюсь, забьете жару в полуфинале. Спасибо большое, болеете. Я смотрю, да. Но выздоравливайте на полуфинал. Отдаю вам. Поздравляю. Служу военно-морскому делу. Замечательные учащиеся в Нахимовском с блестящими результатами доказали и показали, что кадетам может придется плохо в полуфинале. Ну что ж, Нахимовцы против Суворовцев в полуфинале возможно. Пока мы продолжаем играть, следующая игра с ОМОН на кадет на СТС ровно через одну неделю. До встречи. Я, честно говоря, думала, что Альберт победит, но дорогой Альберт сдался в конце. Знаете, почему мы выиграли? Потому что у него вопрос соперника, когда кладет на победу, вот это прям очень сильно вопрос. Ну, классно. Все будем играть в хорошем курсе. А, конечно, мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok